приветствую друзья покажу вам бой против 18 ранга сыграл он не ахти но принципе показать ей что для начала я стою два первых пеха если успевают три пеха выходят и после этого у меня буст разведки если нет то два пеха выходят потом буст разведка и 3 заказ пехотинца очень много ресурсов и собрал на этой карте на самом деле сразу же бегу вот этот собирать то есть не пытаюсь вот этот взять потому что там обычно два пехотинца да ладно здесь я успел поставить третью цс-ку естественно тут я даю ящик тут оппонент бегает но не ахти при этом я сейчас захожу здесь пехотинца чтобы забрать вот этот контейнер ну тут ящик конечно противник сам отдал мне забывают иногда игроки его взять поэтому стоит сюда отправиться видите тут побежал штурмовик вместо того чтобы забрать вот этот ящик он идет сюда где шанс получения контейнера минимален с учетом того что есть за забыл электростанцию поставить уже забил настройку думаю ладно стройки нет не совсем идеально все идет но ничего страшного разведка минус возьму успеха покажу как я буду разведывать видите тут пехоты нет тут тоже пехоты нет а вот пару штурмовиков я бы уже не видел базу там противник могу построить кучу склонов молота пехи нет уже было бы не отбить либо град зевс плюс тайфун тоже я бы это с трудом убил бы поэтому обязательно не позволяйте противник разведывать вас тут у меня один пехотинец есть я тем временем выхожу в 4 уровень штаба у противника 3 еще сейчас буду разведывать этими двумя пехотинцами смотрим опа видите сейчас переключу буст на разведку или переключил буст увидел же здесь что молот или крепость не знаю сделал выводы больше этот пех мне не нужен сейчас пойду сверху разведывать два пеха вот видите тут уже 4 штурмовика все я здесь уже больше не разведу что у противника без понятия будет он делать молот и будет делать зевс не знаю то есть я понял примерно к этому экономика но не понял состав армии так тут я удачно увидел молот мне повезло значит сразу будем его останавливать все уничтожили молот отлично молот не всегда доезжает поэтому лучше использовать закон как по мне разведка на холме обязательно против вертекса и у меня пока что одна казарма потому что улучшать две это довольно таки дорого мне возможно еще понадобится ложка посмотрим по ситуации тут пролетает вертекс он пролетает таким образом что его увидел вот этот пехотинец то есть вот эти дикие его ударили хорошо так я уже понял что воздух здесь не нужен то есть если бы вот этого пеха не было бы эти дикие бы не ударили бы вертекс и он мог бы улететь обратно и улететь бы вот так и без ведутки разведка то есть маленькие ошибки минус один вертекс иногда это фатально идет вперед здесь у меня есть пехотинец он мне поможет вот я вижу здесь армию все было бы здесь пару пехов я бы не увидел этого может быть даже пошел бы в атаку конечно же постарался бы разведать но тем не менее это минус тайминг минус время реакции рубая густ раскладываюсь поближе ягуарами и тут очень много пехотинцев соответственно гренов надо держать они стоят живут и их можно использовать как живущих плюс тут есть пехи которые могут отвлечь оппонента сбоку удерживаем позицию врубаем снова хамы не надо зря их включать время тумана нам понадобится пехи идут вперед сливаться не задерживают могут и вперед не идут соответственно они не успевают доехать а так пошли бы молоты вперед и за счет голод разведки противник могут увидеть армию засветить и соответственно убить ее тут конечно переднюю линию теряю но вот видите я беру гренов но я все-таки решил отступить вот беру пехотинцев и они отвлекают армии оппонента и я сохранил несколько ягуаров ну вот этот як падает вот этот дикий тоже упадет ничего страшного зато я сохранил всю армию переразложился на голд обороне я наношу чуть больше урона чем на голд атаке ну и все вот снова откликается на пеха оппонент переключаясь на голд атаку и во всю делаю до заказ уже заказ стрелков чисто чтобы побыстрее набрать пехоту все-таки грены помедленнее строятся у меня сейчас будет возможность выход в пятый уровень штаба подумал что кречет особого смысла строить нет буквально пару ракет так циклон этого было бы достаточно чтобы отбить мои дыха макречет сомнительная идея снова разведка базы смотрим что здесь здесь я не вижу два завода молота можно идти вперед кстати тут пару пехов было вот здесь вот здесь они проверяют противника чтобы он не зашел не с тыла но опять же вот этот пехотинец проверяю чтобы мне с этой стороны не зашли я не хочу бегать по всей карте противника буквально пару ракеток или три штуки самую тюму армию под цепом не конечно идем вперед вот оппонент собирается идти вот сюда ну и я решаюсь разложиться идти вперед потому что армия у него растянута а у меня наоборот фон широкий соответственно я выиграл время он очень долго будет ко мне подходить снова беру пехоту вот эту она идет вперед принимает урон на себя вот я просто беру всю свою пехоту и задерживаю оппонента смотрите на этот хамелеон как быстро он умрет от моих собственных ягуаров идти ударил один раз я все при этом я пытаюсь контролировать свои ягуары и стрелять по юнитам я уже понимаю что эти ночные цели которые зашли мне в туман не так страшны ну и понятное дело что вот эти пехи тоже задержим все мне уже фул кого противник меня уже не сможет остановить но я слил вот этого пехотинца ты забить снова набираем пролетает вертекс я построю здесь стрекозу что поставить его сюда и почему вы не все уничтожается хамп очень быстро теряется армия поэтому разложиться надо более-менее адекватно диких надо вперед отправить они помогут уничтожить пехоту противник поплыл и как бы один ягод падает 2 игла падает может быть третьим у меня уже такая масса что меня тут не остановить на принципе все бой закончился надеюсь вам будет полезно подобная аналитика заказ противник вылетел вертексом увидел всю мою огромную армию тупо сейчас дается потому что уже смысл хотя даже при такой ситуации пару зевсов пару градов ракетки можно было конечно не стоит зевсу можно было бы строить молотой пехоту ракетки и дождаться постройки и градов а уже с градом можно было бы спокойно идти в зевс да я бы не пробил бы достаточно быстро противник просто тумана не хватило бы ну что ж пишите ваши комментарии